здравствуйте в эфире таганрогская телевизионная сеть посмотрите очередной выпуск программы обо всем понемногу с вами я ее автор и ведущий и евгений токарян мы часто слышим человек создан по образу и подобию божьему именно этому и посвящена сегодня православная страничка программы рассказывает настоятель ильинского храма таганрога и рей борис гущин здравствуйте друзья вы конечно не раз слышали что человек создан по образу и подобию божию вот давайте сегодня об этом немного с вами и поговорим если быть более точным то правильнее будет сказать что мы созданы по образу божию а подобие это есть цель нашей жизни уподобление своему создателю то есть образ божий это некая данность а подобие скорее заданность и конечно вы знаете что бывают разные виды духовного совершенства и святости бессеребренники юродивые святители равноапостольные преподобные все это деление оно конечно достаточно условно но само слово преподобный обычно и означает что данный человек максимально уподобился богу библию вы конечно читали и заметили что о сотворении человека по образу божию говорится в священном писании неоднократно как например в первой главе книги бытия там есть такие слова что и сказал бог сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему и да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными и над зверями и над скотом и над всею землею и над всеми гадами пресмыкающимися по земле а дальше говорится и сотворил бог человека по образу своему по 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 образу божию сотворил его проподобия тут уже ничего не говорится что же такое вообще этот образ божий как правильнее его понимать в общем святые отцы говорят нам о том что образ божий это есть способность человека отображать божественное совершенство например как бог есть абсолютный разум также и человек тоже существо разумное бог дух человек тоже имеет себе духовную составляющую бог вечен и отражением вечности в человеке является бессмертие бог творец также человек как вы знаете наделен некоторыми творческими способностями бог царь мира и человек тоже должен был владычествовать на земле для восточных отцов церкви образ божий это прежде всего способность человека быть причастником божеского естества святой григорий низкий один из трех великих каппадокийцев который жил давно еще четвертом веке так говорит об этом бог по природе сама благость он создает человека не по иному какому побуждению а только потому что благо совершенство благости проявляется в том что он вызывает человека из небытия к бытию и в изобилии сообщает ему всякое благо список же этих благ так длинен что перечислить их невозможно и все они содержатся вкратце в одном выражении человек создан по образу божию образ том и имеет сходство с первообразом что исполнен всякого блага вот так об этом говорит великий богослов и святитель да конечно мы понимаем что образ божий в человеке он сильно искажен и искажен последствием первородного греха и нашими личными грехами как икона знаете которая тоже является образом может быть сильно закопчена растреска она изуродована так и человек своими преступлениями против нравственного закона божьего может запачкать закоптить загадить свою бессмертную душу но всегда нужно помнить что даже если нам очень хочется осудить какого-то человека грешника он все равно несет в себе образ божий его в нем может быть почти не видно но верховный судья этому человеку только бог копоть эту конечно можно смыть но как известно пачкаться всегда бывает проще быстрее об этом вы и сами прекрасно прекрасно знаете чтобы обмыть ее эту копоть духовную нужны конечно слезы покаяния исповедь регулярное причастие часто внешне мы ведь весьма благопристойные чинные порядочные внутри же у нас может быть постоянная боль раненой души на протяжении всей жизни грехи бывают и большими и маленькими но от этого все равно это душевные раны и много маленьких ран могут болеть ничуть не хуже чем одна большая их надо надо лечить благо лекарства для этого в церкви есть и эти лекарства можно и нужно использовать вот пожалуй то что хотелось сегодня вам сказать надеюсь что еще мы с вами не раз встретимся и побеседуем на самые самые разные темы на всех вас друзья мои братья и сестры призываю благословение божие и как всегда до новых встреч и христос посреди нас мы продолжаем знакомить вас с ассортиментом фитоцентра целебные травы с вами руководитель предприятия целебные травы северного кавказа екатерина олейникова здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу рассказать вам о том как можно мягко и безопасно очистить организм очищение необходимо проводить как минимум раз в год а лучше раз полгода зачем это нужно процессе жизни мы употребляем большое количество токсинов с едой водой воздухом токсические вещества негативно влияют на самочувствие и здоровье в целом страдают кишечник печень почки сердце мозг иммунитет специально для комфортного и мягкого очищения я разработала детокс курс рассчитанный на 30 дней всего за 30 дней вы принесете колоссальную пользу своему здоровью в результате улучшится ваше самочувствие и настроение концентрация внимания и работа мозга наладится работа кишечника станет намного лучше состояние кожи и так что нам потребуется сок грецкого ореха для очищения желудочно-кишечного тракта травяной чай для очищения печени травяной чай пшенично-льняной масляный бальзам тыквенный масляный бальзам и арбузный масляный бальзам какими свойствами обладает детокс курс сок грецкого ореха необходим для выведения глистов паразитов из организма очищения крови стимулирования иммунитета чай для очищения жкты выводит токсические вещества и залежи из кишечника чай для очищения печени прочищает желчные протоки устраняет застой желчи восстанавливает клетки печени пшенично-льняной бальзам помогает вывести токсические продукты из организма мягко очищает желудок и кишечник масляный бальзам тыквенный оказывает желчегонный и мягкий слабительный эффект масляный бальзам арбузный очищает почки и мочевыводящие пути снимает воспаление и устраняет инфекции более подробно о данных фитопрепаратах вы можете узнать фитоцентре целебные травы или на сайте лечат травы.рф желаю вам здоровья и всего самого доброго до свидания вас ждут по адресу город таганрог улица александровская 79 ежедневно с 8 30 до 18 30 телефон горячей линии 8 800 775 3191 сегодня мы завершаем рассказ о градоначальниках таганрога рассказывает старший научный сотрудник музея заповедника валентина ратник 85 лет просуществовала таганрогское градоначальство на посту таганрогских градоначальников сменилось 17 человек среди них были блестящие офицеры участники крымской и русско-турецких войн люди которые оставили свои имена на карте нашей страны но многие из них занимали место градоначальника не более двух лет и не смогли наверное должным образом раскрыть свои административные способности можно вспомнить князя максутова который был градоначальником таганроги но больше как администратор известен бердянский или контр-адмирал перелешен после таганрога будучи севастопольским градоначальником очень много сделал для развития севастополя после толстого таганрогским градоначальником становится михаил андрианович лавров человек очень противоречивый и непредсказуемым именем лаврова назван мыс на побережье острова новая земля он участвовал в географических экспедициях его заслуга это реформирование таганрогской полиции открытие женского училища но пожалуй самое главное это записка на высочайшее имя об обмелении азовского моря что сказывалось на развитии таганрогской торговли если не считать его споров с не старым васильевичем кукольником то можно сказать что жизнь таганроги в бытность и градоначальника лаврова протекала спокойно и тихо генерал-майор князь ливин таганрогском градоначальстве правил менее двух лет среди заслуг ливина на посту таганрогского градоначальства можно отметить расцвет благотворительности при содействии градоначальника ливина в городе был открыт николаевский детский приют попечительский совет которого возглавляла его супруга екатерина никитишна это конечно было большой заслугой таганрогского градоначальника таганрожцы память градоначальника один из спусков а их у нас было 7 назвали ливенским но это название не прижилось среди горожан и этот спуск по-прежнему называли биржевым для многих наших градоначальников это должность была ступенька дальнейшей карьере так случилось с иваном алексеевичем шестаковым он после таганрога занимал должность веленского губернатора иван алексеевич шестаков личность легендарная его заслуги известны и севастополе и конечно он наставил светлую память и среди наших горожан благодаря его деятельности в городе проходит дальнейшее благоустройство появляется газовое освещение идет замощение улиц не без участия ивана алексеевича открываются мореходные классы которые готовят штурманов для каботажного плавания то есть речь идет уже о профессиональном образовании и это заслуга контр-адмирала шестакова таганрожцы высоко оценили деятельность ивана алексеевича шестакова на посту таганрогского градоначальника ему было присвоено звание почетный гражданин таганрога и в память ивана алексеевича один из красивейших бульваров нашего города был назван шестаковским сегодня переулки украинском на бульваре находится детская площадка где звучат детские голоса в 1885 году на должность таганрогского градоначальника назначается контр-адмирал и полит константинович вогок блестящий морской офицер капитан первого русского броненосца петр великий когда он вступил в должность таганрогского градоначальника эту должность скорее можно назвать почетной поскольку никакой самостоятельности в решении вопросов не было таганрогского градоначальника все городские вопросы решала городская дума и управа а градоначальник осуществлял надзор за их деятельностью уже вышли из состава градоначальства города ростов нахичевань мариуполь да и торговля через таганрогский порт потихоньку затихала а к мае 1887 года таганрогское градоначальство перестала существовать и город таганрог был присоединен к области войска донского и таганрожцы проводили последнего своего градоначальника иполита константиновича вогока но на этом история таганрогского градоначальства не заканчивается спустя 35 лет но это уже 1918 год появляется таганрогское градоначальство но это было особое градоначальство и последнее о чем мы поговорим в заключительной передаче в игре 13 тура первенства второй лиги в зоне юг футболисты таганрогского форта принимали команду спартак нальчик из столицы кабардино-балкарии о всех перипетиях этой встречи я вам сегодня расскажу гости активно начали эту встречу и уже на девятой минуте получили возможность открыть счет защитник форта александр балахонов нарушил правила своей штрафной площади в борьбе с начальнином мурадом ашуевым 11 метровый пробил сам пострадавший но переиграть во вислава полетаева ему не удалось гостей это неудача не смутило и они продолжили оказывать достаточно серьезное давление на защитные порядки хозяев поля создавая опасные моменты в штрафной площади форты а у хозяев в свою очередь не самым лучшим образом складывалась игра в атаке первый удар створ ворот гостей нанес илья юрченко лишь на 38 минуте встречи а на 39 минуте спартаковцам удалась быстрая контратака и алан хачиров получив пас от расула жангузарова вошел в штрафную площадь форта и отправил мяч в ворота владислава полетаева 0 1 с таким счетом завершилась первая половина игры после перерыва таганрожцы большими силами пошли вперед и на 59 минуте петр волоткин отличной передачей вывел один на один с голкипером нальчан арсеном сиукаевым рашида магомедова и лучший бомбардир форте сравнял счет 1-1 вот так вот форте сравнивают счет рашид магомедов да по моему там бежал один на один и реализовал свой шанс просыпается трибуны а 4 минуты спустя нападающий гостей расул жангуразов прямым ударом с углового отправил мяч в ворота форте гости снова повели в счете 1-2 в конце игры таганрожцы устроили настоящий штурм ворот нальчан и на 83 минуте отличный прострел с правого фланга в стартную площадь гостей артмира машезова замкнул находящийся в окружении нескольких защитников рашид магомедов и сравнял счет 2-2 нужно сказать что уже в добавленное время нападающий гостей алан хачиров дважды мог поразить ворота форте но на 91 минуте его мощный удар пришелся в штангу а на 94 находясь в убойной позиции форвард гостей не смог нанести точный завершающий удар итак ничья 2-2 которая позволила форте сохранить шестую строчку в турнирной таблице зоны юг следующую игру таганрожцы проведут 22 октября на выезде с футбольным клубом биолог новокубанск завершить наш сегодняшний разговор обо всем понемногу небольшая прогулка по таганрогскому городскому парку а я прощаюсь с вами и желаю всем удачи отличного настроения и как можно больше положительных эмоций будьте здоровы до свидания а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok